Месяц назад специалисты поставили Александру диагноз псориаз. Некоторые виды этого заболевания лечат солнечными лучами. Так решил сделать и Александр. Я поехал на море. Там вроде бы сошло всё. Загорал. Недельку шут. Проехал домой. Хорошо. Всё, всё проговорит. Ну съездил. Тогда через два дня пошло на спине. Кожа покрылась пятнами. Начался стильный зуд. Александр обратился в Запорожский областной кожевендиспансер. Мы заподозрили, что у пациента может быть красная волчанка. Обследование подтвердили диагноз, а пусковым механизмом развития заболевания стали именно солнечные лучи. Теперь Александру предстоит длительное лечение. Ежегодно после летнего отдыха количество пациентов кожно-венерологического диспансера увеличивается. Чаще всего это дерматиты, солнечные дерматиты, солнечная крапивница развивается на фоне солнечной инсоляции у пациентов, особенно при нарушениях функции печени, при нарушении порфиринного обмена печени. Эта крапивница развивается, порфириновая болезнь развивается. Фактором риска при солнечной инсоляции являются такие заболевания, как самое злокачественное заболевание на сегодняшний день кожное – это меланома. Ну, еще различные лимфомы кожи. В этом сезоне дерматологов настораживает увеличение инфекционного заболевания, вызываемого вирусом Коксаки. Его все чаще привозят отдыхающие с турецких пляжей. Заболевание, возбудителем которого является вирус, и протекает это с температурой, с высыпаниями на коже в виде пузырьков, напоминающие ветряную оспу. Но в отличие от ветряной оспы, локализуется не только высыпание на туловище, конечностях, но и на ладонях и подошвах. Медики советуют не злоупотреблять солнечными ваннами, применять защитные кремы и соблюдать правила гигиены на пляжах. Галина Знаменская, Юрий Васильченко, ТВ5